Итак, для внутренних страниц все очень просто, однако их много, поэтому тебе придется репетитивно повторять одни и те же действия. Я это подготовил специально, потому что, чтобы запомнить что-либо, ты должен это повторить несколько раз и вбить себе в голову процесс и последовательность действий, чтобы потом это сделать качественно и быстро, на автомате. Приступай. Начни с импорта, для этого перейди на сцену, building. Далее импортируй экран. Вот он. Всю структуру. И пока загружается, пожалуй, это самый простой твой экран. Здесь практически не будет ничего. И просто-напросто репетитивно повторяешь три триггера на каждый интерактивный элемент, на который я сделал для твоей практики внутренней страницы. Итак, это tab. Это будет триггер tab, touchdown и touch up. Ничего сложного. И первый ряд триггеров это будет на кнопку back. Триггер tab, trigger touchdown и trigger touch up. В эти два последних триггера кладешь отклик прозрачности, opacity. На нажатие 50%, на отжатие 100%. В сам триггер tab кладешь отклик jump. Далее выбираешь сцену. Это карта. Переход slide out. Слева направо. Готово. Следующий элемент и ряд триггеров это floors in rooms. Tab, touchdown, touch up. Отклик прозрачности, на нажатие 50%, на отжатие 100%. В tab тот же jump, только нужно указать сцену, которой сейчас нет. Соответственно, идешь в менеджер сцен и создаешь сцену. Готово. Немножко ее надо переместить сюда. Выбрать сцену. Так, случайным образом я, видимо, упустил момент, когда... Странно. Ну-ка, давайте проверим. Floor. Видимо, это барбал. Но, неважно. Выбираем floor, сцену, slide in и справа налево. Готово. И первому и второму отклику ставишь задержку в 0,2 секунды. Идем дальше. Следующий элемент находится ниже. Это air conditioner, карточка. То же самое. Ряд триггеров tab, touchdown, touch up. Отклик прозрачности. Здесь на отжатие 100%, на нажатие на карточку 50% прозрачности. Отклик jump. Сцены нету, поэтому ее опять-таки надо создать. Идем в менеджер сцен. Air conditioner. Готово. Возвращаемся обратно. И вот клик jump. Ставишь эту сцену. Тип slide in. Справа налево. В общем, это все. Что касается этой кнопки, то ее нужно выровнять по низу экрана с отступом 20 от границы. И то же самое. Tab. Touchdown. Touch up. Отклик прозрачности. И тут, и тут. 50. 100. И вот клик jump. Опять же, сцены нету, поэтому ее надо создать. Сцена будет называться tab bar. Map. Трекинг. Готово. Далее возвращаешься обратно. На сцену выбираешь кнопку jump и трекинг. Тип перехода slide out слева направо. В принципе, все готово. Только нужно опять-таки проставить там, где не успели задержку в jump на 0,2. В принципе, экран готов. Единственное, что осталось сделать, это создать контейнер скролла по размеру с экран. И поместить все элементы ниже статус бара в этот контейнер. Указать контейнеру scroll. И поставить чекбокс clip sub layers. И в целом готово. Теперь, если я тапаю, у нас есть такое взаимодействие. И, собственно говоря, переход на экран готов. Далее переходи на следующую сцену. Это, собственно, по порядку. Floors and Rooms. И продолжим анимировать следующий экран.